письмо опыта с прививками пока нет буду учиться мне окажется что у нас климат пожарче чем у вас это их куск правда лето жарко и солнце много обычно бывает вы видите вот 15 прав но раз у меня появился древовидный пион 3 зимы пережил решились и на абрикос как прошлом исследователь исследователь по натуре и ну дальше дневники могу делиться своими результатами моя сестра в омске прошу году приобрела у вас то есть у меня косточки абрикоса сейчас уже взошла ну вот значит значит омск наш уже я была у нее в гостях недавно и вдохновилась после не косточки устроена сертификации прямо на участке моя просьба 50 на 50 прямо на участке видимо вы про посадку под зиму или осенью потом зима это естественная сертификация естественная а вторую половину хорошо она все-таки в холодильник 40 песочек у каждого способа есть свои враги так читаю дальше изучая ваши видео это здорово что делите своими разработками я как-то помогала в организации встречи клуба природного земледелия на байкале там были участники из хакасии тоже мне самой не доводилось бывать ваших краях мои данные рихладного марина петровна дальше все-таки посещал святость все-таки личное письмо так вот это еще письмо интересное очень полезно сейчас объясню насколько мы свое богатство не ценим называется видимо это ее псевдоним good life good life ой перевел бы кто-нибудь я жила в Херсонской области 10 лет ни разу не видела гигантские абрикосы ни разу заметил были там калеровки калеровки старый русский язык и украинский язык это значит прививки были там калеровки типа облагороженные но таких размеров не было я сейчас посмотрю бывает кто-то что-то раз какой-то смс-ку а там что-то очень важное и по теме сейчас нагляну нет ничего интересного так продолжаем и так облагороженные до прививка но таких размеров не было вот в деле очень много было разновидности но они считались дичками а вот из ташкента очень мелкие круглая шаровидная форма абрикосы типа лучи мелкой эти абрикосы нет медовый вкус интересные такие однажды это в речи слава в украине правильно я написал 1 до разучились выращивать и научились калечить деревья слово земляк это мне узелок на память итак мой земляк северсонской области так и было написано показывал 20 минутный фильм он стоял возле прекрасного фактически идеально сформированного абрикоса вот а его слушал десяток человек это было явно мастер-класс вы ветераны этих вебинаров вы это все знаете слышали и видели помните эту жуть мне неудобно уже третий раз все таки там живой человек опять же мой земляк вот видели это вокруг стояли люди с такими тоскливыми выражениями глаз вспоминайте ну там с этими видеокамерами и он чтобы видимо взял плату за эту учебу отрезал ветку за ветку и ветку за веткой ветку за веткой конце концов вы бы видели этот огрызок вот я пришел ужас я уверен что те 500 или тысячи которые видели это вместе со мной тоже видели тоже пришли в ужас это было невероятно это родители но просмотров то не как у меня сотни или тысячи просмотров сотни тысяч и люди это все другой да действительно зачем абрикосы ветки ведь режут то зимой или ранней весной когда нет листья и человек не понимает что он отрезать ветку с абрикосами вторую ветку с абрикос с листьями вот это было это самое только ради того чтобы заработать но заработал цен этих 10 20 сектор вокруг стоял а выставил там на общее обозрение об лайки потом подавай вот и вся любовь природе и вот получилось так значит я с вами не согласен это моя любимая тема я желаю хорошую школу если не разу винил гигантские абрикосы я не верю что они там есть они там были так это меня бог посылал вы понимаете как приемный сын папа это тесть очень понятны не действует а его да его его это все очередь как бы родня он женился позвали в гости третий раз рассказываю но это было вот она ни разу не видела а мне бог послал и когда я пришел извините за откровенный разговор бутылкой водки чтобы вот или как бы сказать фляткой значит сели за стол они на стол поставили трехлитровую банку банки вот такое горло я выковыривал специально говорю вот для этого человека говорю я выковыривал это же знаете как это же комментарий вебинар на чек смотрит значит я не мог выковырять я говорю как вы персики туда затолкали они говорят это абрикосы вот этот намек вы уже поняли этот намек это говорит абрикосы не верю выковыривал с трудом банка трехлитровая вот с таким горлом вы знаете что тут соврать я не могу как она туда влезла ответ он меня убил этот ответ они все абрикосы влазят в банку это мне говорят чеку поэтому как там наполеону который больше всех в россии на этих чокнулся на крупноплодных абрикосов ну кто еще на латинкове нас двое таких дальше значит это была судьба где дерево вот венточки нарезал привез погубил погубил не я погубил костер то есть такое пожарище мотоциклисты и ребята носит поджигали со всех сторон сад пока мы эти самые спали в городе вот это было а потом вообще удивительно что вот уже вот этот факт дальше говорить неудобно многие это слышали от меня но сам факт что это дерево было ну прошло двадцать лет двадцать два примерно но это дерево было а потом все таки прежде чем они у меня сгорели я успел попробовать вот это вот я одну ветку привил на дачном саду а у меня был привет королевский а на королевский на манджурце а на королевский третьим этажом я привил вот это у меня четыре плода было не старая фотография но эта фотография более привлекательная а по двое послужил уже не манджурец а второй этаж это третий этаж королевский а королевский то у него официально название я все узнавал официальной литературы официально и вот эти вот современная которая которая я называю помойкой вот эта информация а настоящая официальная литература там было написано но все они нет не так абрикос королевский скобка все они с персикового год я не удивился когда мне вот это вывезло а потом это все погибло это погиб просто третий этаж не выдержал прошли годы потом боднар царство его небесное значит сказал что вот это я у него в гостях абрикоса уже не было и это борисович я говорю какие у тебя сорта абрикоса он говорит петр великий два назвал третий петр великий он больше по черешни и тут я как как то что я считал утерянность 2015 пятнадцать пятого года это уже 17 лет как не может быть и теперь у меня есть у меня главное это опять третий этаж главная ветка погибла мощная цветущая но на одной из кодом позже есть несколько плодиков и я снова жду чудо но главное эта история рассказано мне а еще сергей несколько привел съездил боднару сыну боднару дисковедчик привез но какие-то они хлипковатые получились хотя он все делает правильно но все-таки украина это не и дальний восток в анжелес плохо совместимы видно было но шанс несколько плодиков есть я уже сафрону похвастался я вам ветчика обещал и вот такая история одна из моих историй помните историю про супер серафим которых не может быть никогда но не может а лезть и вот получилось что украина я видел живой видеофильм ну зацепил меня вот это вот это вот это что а я же как я должен это как называется я должен задрать нос то я это сибиряк украинцев пришел я за украинцев переживаю потому что вот понимаете у меня душа разрывается я не про политику я просто доводство чисто и вот придет обыкновенно этот самый тоже видеофильм уже никак калечить деревья уничтожая скелетные ветки а опять же юг самый западная украина нет южная украина чуть ли не опять как солнце у нас и человек показывает абрикосы еще крупнее моих это примерно грамм по 140 я только подхожу и говорит это крымский амур у меня амур вот он хорош по-своему там на украине таких урожаях и не мечтали многие а все равно же 140 грамм так и назвал крымский амур хотя сам не в крыму с ним делать но я видел живьем опять же это не помойка это настоящий фильм настоящий садовод так что давайте остаемся на том сейчас украине ничего не выпишешь к сожалению упустили в этот момент вот и зубой путь на об этом потом а 20 книг вот этих которые я послал моему другу анатолию боюсь даже фамилию говорит он живет в этом днепропетровске старое название города днепра вот 20 книг их вернули обратно деньги не вернули а книги вернули вот то есть мои материалы на украину не пошли к сожалению а сейчас уже да сейчас уже есть чем нам сибирикам делиться почему потому что в данном случае человек написал ни разу не видел гигантский абрикос это если еще в сибири это наглость надо иметь понятно это какое-то исключение с правил на урале один сад такой в сибири один сад такой а третий сад у латира третий сад у этого покойного водного ну вот три пальца за мной а на украине должно быть тысячи а их то есть это как нас заморочили голову и я когда приходит ко мне с украины письма я так горжусь я надеюсь что они любят меня уважает меня видят во мне своего земляка человека который любит украину также как россию если у меня душа это сама выбирала между украиной россии она бы разорвалась на части и сердце бы остановилось только потому что это невозможно понимаете вот у меня так зацепило это вот письмо что она ни разу не гигантский абрикос